Библейский портал экзегет.ру представляет Переходим мы с вами к псалму 65. Снова и снова перед началом каждой лекции я повторяю, что наши записи вы сможете посмотреть на портале экзегет.ру или на сайте Средицкого монастыря. Текст 65-го псалма можно условно разделить на три части. Прославление Бога за его удивительное деяние в далеком прошлом, за переход, например, посуху по дну моря и через реку Иордан, прославление Бога за относительно недавнее спасение общины и, наконец, личная благодарность псалмопевца, который выступает здесь как представитель всей общины. Сюда возникает вопрос, не является ли за кадром данного псалма царь, как автор этого текста. При этом первые две части, первой двенадцатой стихи, они произносятся как бы от лица всего народа. А третья часть псалма с тринадцатого по двадцатой стихи, в которой речь идет от первого лица одиннадцатого числа, произносятся лично от какого-то человека. На основании этого перехода в тринадцатом стихе от мы к я выдвигались и выдвигаются гипотезы, что изначально это было два разных текста, которые со временем приклеились друг к другу и составили один псалом. С этой точкой зрения можно согласиться, а можно и не согласиться. Я стою как раз на второй позиции. Стихи первой двенадцатой напоминают богослужение одного из национальных праздников Древнего Израиля, на котором, скорее всего, отмечались и торжественно воспевались удивительные деяния Бога в прошлом. В отличие от предыдущего, шестьдесят четвертого псалма, в котором Бог прославляется как творец природы и податель дождя, в данном псалме его прославление связывается с поворотным событием в истории Израиля, а в частности с освобождением от египетского плена, от египетского рабства и переходом посоху через Чермное море. По славянским текстам Чермное море. Через море. Затем община молящихся в храме как бы предоставляет возможность одному лицу, который называется здесь по имени, в силу, скорее всего, высокого положения или известности большой, выйти вперед и дать свое личное свидетельство. Вот как раз в 13 стихе мы наблюдаем этот переход от «мы» к «я», к личному свидетельству. Таким образом, вера всего общества и вера одного человека здесь выступает как единое целое. В других псалмах мы встречаем обратный переход, когда речь начинается от первого лица, единственного числа, от личного обращения, а заканчивается псалом словословием всего общества верных. Итак, поскольку такие переходы от «я» к «мы» и от «мы» к «я» встречаются в других текстах, которые наукой считаются целыми и неразрывными, изначально написаны как единый гимн, следовательно, можно утверждать, что и данный псалом появился как единый текст «Песнь хвалы и благодарения», предназначенная в храме для исполнения хором певцов. Ну а теперь посмотрим поподробнее текст данного псалма и начнем с первых стихов. «Псалмопевец призывает все собрание возносить Богу хвалу за его удивительные дела. Его дела вызывают страх. Перед его силой преклоняются враги. Это значит, что сила могущественных царей пред Богом – ничто. Враги Бога, которые в данном случае отождествляются с врагами Израиля, не могут Богу не подчиниться. Сила Божия проявляется в его деяниях, здесь, в частности, посредством подавления врагов. Она побуждает жителей всех концов земли признать первенство Бога и, как следствие, поклониться Ему. «Придите и возрите, придите и видите». Этот призыв из пятого стиха – призыв вспомнить, как раньше Бог спасал свой народ. Он превратил море в сушу. Эти слова напоминают нам о переходе евреев посоху по дну морскому, после того, как они дали старт побегу из Египта. Эти же стихи шестого псалма, о том, как мы перешли реку своими стопами, напоминают о том, как Бог остановил течение реки Иордан и перед захватом Иерихона, мы знаем, что израильтяне расположились на другой стороне берега Иордан, они смогли пройти посоху по дну этой реки. Воды, бушующие воды, море в первую очередь, ну и реки в том числе, символизируют силы хаоса. Господство Бога над водами показывает его превосходство над силами хаоса и, по-другому, над морем людей, над людским морем. Бог могущественен, и в отличие от могущества земных царей, его могущество вечно. Очи его зрят на народы. Седьмой стих. Этими словами псалмопевец как бы предупреждает народы, чтобы они против Бога не восставали. В первой части псалма воспоминались великие деяния Божии из далекого прошлого. А вот в 8-12 стихах Бог прославляется за спасение в недавнем прошлом. Здесь, как и в других псалмах, особенности пережитой опасности не описаны. Видимо, какими-то испытаниями опроверялась верность избранного народа Богу на прочность. Образ человека, которого садят на голову, 12 стих, нигде в Библии не упоминается, только здесь. Мы можем предположить, что речь идет о каком-то господстве над Израилем со стороны временно назначенного внешнего управляющего. То есть, какой-то народ поработил Израиль и поставил своего руководителя над Израилем. Кстати, это очень напоминает персидский период жизни древнего Израиля, 6-5 век Дрождества Христова, когда Израиль был с одной стороны самоуправляемым государством, но был над ним поставлен персидский сатрап, ну, губернатор, мы бы сказали бы так своими словами, который смотрел за тем, чтобы Израиль не вышел из подчинения Персии. Вот такой внешний смотрящий, полномочный представитель президента. «Положил оковы на чресло наше», 11 стих, значит, посадил в тюрьму, заставил тяжело трудиться, проходить через огонь и воду, значит, поставить на грани жизни и смерти. Эти испытания от Бога привели к очищению народа так, как очищается серебро. Серебро очищается путем нагревания до высокой температуры. Оно расплавляется, на огне. Но после того, как гончар сливает шлак, который как бы всплывает на поверхность серебра, получается чистое серебро, приплавленное, очищенное. Кстати, есть в Библии такой очень характерный образ приплавленное, очищенное седмерицей. То есть многократно человека муштровали, муштровали, и теперь он уже вот вымуштрованный, как в армии. Семь раз выстрелили под линейку, семь раз отдали приказание, наконец, восьмой раз уже солдат безукоризненно маширует, так как хочет его страшина. В результате этой переплавки по псалму все общество стало чище. И только тогда, когда она очистилась, стало достойным выхода на свободу. Двенадцатый стих. Стиль второй части псалма говорит нам о некой переплавке общества в недавнем прошлом. В то же время эта часть псалма описывает опыт поколений людей, которые находились в египетском рабстве, долгое время странствовали по безводной пустыне, и только после смерти старого поколения мятежных израильтян они вступили в землю обетованную, где течет молоко и мед. и так есть вот в этих стихах восьмой двенадцатый два аспекта. С одной стороны употребляются образы, связанные с египетским пленом, а это четырнадцатый век дрождества Христова или тринадцатый век дрождества Христова, исход страстный по пустыне рев из Египта. Сдройственно образ человека, который сидит на голове у народа, напоминает нам Персию, век шестой пятый. И вот правда где-то посередине, скорее всего, во времена Давида, век десятый. Тринадцатый и пятнадцатый стихи. Бог ответил на молитвы народа о спасении, теперь самопевец предлагает ему не только хвалу своих уст, но и благодарность в виде жертвоприношения животных. Обет был обещанием данным Богу с надеждой, что тот исполнит просимое. Такие обеты часто упоминаются в псалмах. Шестнадцатый и двадцатый стихи, в них псалмопевец является представителем общины боящихся Бога. Он свидетельствует об ответе Бога на его просьбу. И этот ответ он воспринимает как знак своей собственной безупречности. Но буквально восемнадцатый стих мы бы перевели ибо так если бы я да так оно в общем-то и переведено если бы я видел беззаконие в сердце моем то не услышала бы меня Господь. То есть если бы было беззаконие в моем сердце если бы был бы виновен то Бог бы не ответил на мою молитву. и так потому ответил Бог на мою молитву потому что я был безупречен. Выводы. Восемнадцатый стих данного псалма намекает на то что Бог не прислушивается к молитве грешного человека. Аналогичная идея встречается в евангельском рассказе об исцелении слепорожденного. Иудейские власти отказывались признавать в Иисусе помазанника Божия и даже называли его грешником. Они называли рожденного во грехах и рожденным во грехах и самого слепорожденного. В ответ на это исцеленный слепец который прозрел по слову Иисуса Христа произнес слова подобные шестьдесят пятому псалму. Но мы знаем что грешников Бог не слушает но кто чтит Бога и творит воли его того слушает. Несмотря на то что в центре внимания псалмопевца дивные дела Божии связаны с исходом еврейского народа из Египта данный гимн и по селе поется за христианскими богослужениями. Ветхозаветный праздник Пасхи совершался в память исхода сынов Израиля из египетского плена. Ветхозаветная Пасха стала для христиан прообразом Пасхи Христовой символом прихождения от смерти к жизни и от земли к небу как поется за пасхальным богослужением. Как Бог освободил евреев от египетского рабства так и христианин освобождается от рабства греха посредством смерти и воскресения Иисуса Христа. Еще раз и еще раз прочитайте 18 стих. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Очень важная библейская истина. Сейчас в наши дни часто можно встретить слова людей, которые приходят в храм и говорят «Бог не отвечает на мои молитвы». Но мы знаем из опыта прошлых поколений, что люди, которые угодили Богу святостью в жизни, мы их называем святыми, преподобными, получали ответ на все, о чем бы ни просили. В Египте не так давно относительно, несколько столетий назад, в пространстве многотысячелетней истории человечества это не так давно, был такой случай, о котором сохранились воспоминания очевидцев. это когда мусульманский правитель вызвал к себе христиан и сказал, что ваши молитвы ничего не значат, потому что видите, как вы страдаете, Бог не реагирует на ваши молитвы, и раз я, как ваш правитель, спокойно вас угнетаю безнаказанно, то ваша молитва ничто. И тогда один праведный муж говорит, но Господь же нам заповедовал, что если с верой попросите что-то от него, то и горы сможете переставлять. На это правитель египетский сказал, ну пусть Господь исполнит просимое вами. И тогда действительно этот праведный муж, я просто не помню его имя, сказал трижды, Господи помилуй, и гора передвинулась с места на место. Вам все путеводители египетские будут показывать пальцем, я имею в виду христианские поводители на это место, или рассказывать об этой истории, о том, что действительно гора перешла с места на место. Но если взять какие-то приземленные случаи, то в жизни наших современников часто наблюдались такие случаи, нередко наблюдались такие случаи, когда по молитве того или иного святого старца происходили исцеления, реальные исцеления. Это не сказка. Кстати, обращу еще раз ваше внимание, это характерно для древней ближневосточной письменности, когда отождествляются силы Божьи силами человеческими. То есть, когда речь идет о том, что Бог выходит со своими воинствами, не всегда речь идет о том, что Бог воюет с ангелами. Воинство Божие для Израиля это войска самого Израиля. И, соответственно, как бы восставшие на Бога равно восставшие на Израиля. Для них это было тождественно. Потому что, мол, наш Бог это Бог израильский. Вот у тех народов есть свои Боги, всякие Ваалы, Астарты и так далее. А вот израильский Бог это Ягва, это наш Бог. Тоже нужно нам понимать, что у них это было тождественно. Наш Бог это израильский Бог. Израильский Бог это только наш, не чужих народов. Правда, мы здесь видим, что в отличие от той узости мышления, которая в последующем стала наблюдаться в еврейском обществе, которая замкнулась на этническую такую замкнутость, что вот если ты по крови не вступил в народ израильский, то все, ты не наследуешь эти обетования. Здесь мы все-таки встречаем ту мысль, что всякий народ, обратившийся к Богу, он может стать частью, он может не то, что получить часть от этих Божьих благословений, или вполне их получить, если он придет к Богу на поклонение в храм.